С тех пор как в октябре прошлого года вновь разгорелся конфликт в секторе газа, мы стали свидетелями бесчисленных атак на дома, школы, больницы, гуманитарные учреждения и агентства ООН. Сегодня мы стали свидетелями атак на дипломатические учреждения. Красная линия международного права и основные нормы международных отношений были нарушены снова и снова, а также была неоднократно распотана грань человеческой морали. Эту трагическую ситуацию необходимо немедленно прекратить. Китай осуждает израильские авиаудары по зданию консульства Ирана в Сирии, что представляет собой серьезное нарушение устава ООН и международного права, заявил во вторник Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций. Семь иранских военных советников и шесть сирийцев были убиты в результате израильских авиаударов по зданию иранского консульства в столице Сирии, Дамаске, в понедельник, сообщил во вторник государственная телекомпания Ирана, ИРИБ. На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном авиаударам, Гэн сказал, что это нападение является серьезным нарушением устава ООН и международного права. Оно нарушает суверенитет как Сирии, так и Ирана. Китай решительно осуждает это нападение, сказал он. Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях и универсально признанной норме в международных отношениях, безопасность дипломатических учреждений не может быть нарушена. Если это бездонное и безрассудное поведение будет допущено безнаказанным, это послужит отправкой серьезного неправильного сигнала и приведет к более опасным действиям. Иран, Сирия и другие арабские страны торжественно выразили протест и осудили Израиль, надеясь на ответ со стороны Израиля, отметил Гэн. Гэн заявил, что Китай призывает все стороны, особенно страны, оказывающие значительное влияние на Израиль, сыграть конструктивную роль и приложить практические усилия для того, чтобы добиться немедленного прекращения огня в секторе газа, охладить обстановку на Ближнем Востоке в ближайшее время и восстановить мир и стабильность в регионе.